Румыния признала независимость Украины 8 января 1992 года, а уже 1 февраля между нашими странами установили дипломатические отношения. В 1991 году была декларация независимости Украины. Это была прекрасная возможность для всего народа, Европы и мира. И вот постепенно все выполнили. Особенно последние несколько лет, ну 2-3 лет, когда решили очень серьезно выбирать европейский вектор. Румыния поддержала Украину и на европейском пути. Соседское государство первым ратифицировало соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Вы знаете, что вы, ваши правители, вы подписывали соглашения политических и экономических в Европейском Союзе. Румыния поддержала первую страну, которая ратифицировала парламенту, так и документы. Что сказать? Это Украина сегодня красивая страна, прекрасный потенциал, не только экономический, исторический, туристический, культурный. А что я видел, это важно, что после 25 лет ваша солидарность и цельность, цельность вашей страны укрепится. Румынская сторона готова помочь Украине успешно пройти процесс евроинтеграции. Нужно понимать, что Румыния один из самых активных адвокатов интеграции Украины в Европейском Союзе. И мы готовы разделить вам наш опыт, потому что мы тоже молодые члены этой структуры. Мы стали членами в Европейском Союзе в 2007-м. Ну, просто у нас хороший опыт. Мы ждали несколько лет. А когда вы уже знаете, как и так, и такой авокат, как Румыния, и не только Румыния, я знаю Бульгария, Польска, все страны вокруг поддерживают ваши прописки вектор. Румыны сочувствуют украинцам, видя в нынешних событиях отражение собственной революции 1989 года. Мы, Румыния, как ваши друзья, смотрим на Украину как один из самых главных друзей. И поэтому, когда Украина спокойна и стабильна, у нас тоже мы рады, что наш сосед живет спокойно в их мире. И когда мир, и стабильность, и хромическое развитие, это тоже помогает в нашем отношении. Нашей стране желают мира и развития. У нас есть очень долгая история в нашей отношении. И мы все время жили рядом на пресечении истории, империи, разные войны, разные державы, которые хотели нашу территорию. И мы, вот, сегодня, 2016-го, и Румыния сильный государство, Украина сильнее государство. И мы надеемся, что будет продолжать. Я, как генеральный конструктор Одессы, я занимаюсь очень большим приграниченными отношениями между нашими странами. И у нас есть граница, у нас есть постоянный прогресс и контакт. Не секрет, что в украинско-румынских отношениях существуют неоднозначные моменты. Тем не менее, сейчас наши страны достигли взаимопонимания. Дунай, мы считаем, что это река, которая похожа, что есть границы, но просто Дунай соединяет нам. Была история, когда это разделили нам, но теперь нужно соединять, потому что Дунай нужно быть как мост. И мост будет, настоящий мост, ну просто как мост между нами. Президенты наладили активный диалог между Украиной и Румынией. Неоднократно обсуждались перспективы взаимодействия в сферах торговли, производства, трансграничного сотрудничества, энергетической и региональной безопасности. У нас есть прекрасная возможность, потому что мы нашли уже очень открытую дверь. Уже последний год наш президент встретились два раза. Президент Порошенко посетил Румынию в апреле. Министр иностранных дел посетил Киеве. Ваши министры посетил Румынию. Уже очень тесные отношения. И мы говорили о будущем, говорили о экономическом отношении, мы говорили о приграничном отношении. И поэтому мы на самой хорошей дороге. Успешный диалог Киева с Бухарестом будет способствовать укреплению политического доверия и развитию бизнес-контактов. Екатерина Лапицкая, Алексей Сорокин, Дмитрий Бондаренко и весь Седьмой канал. Субтитры создавал DimaTorzok